Вяной Кадыковский карьер. В прошлом столетии здесь добывали флюсовый известняк. Его разрабатывало Балаклавское рудоуправление. Этот водоем хорошо известен всем любителям фотографий из-за яркого и необычного цвета воды. А еще если правильно выбрать точку и ракурс, то форма карьера превращается в сердце. Новая плавучая насосная станция словно стрелой пронзила водоем. Сложный технологический объект построили всего за 68 суток. Нехватка воды — главная тема для людей на полуострове. Они благодарят, что к этой проблеме прислушались на самом верху. Честно сказать, я долго уже работаю на госслужбе, но такой скорости принятия решений, выделения финансов и, конечно, такого уровня контроля никогда, честно говоря, не видел. Строители Министерства обороны закончили объект за две недели до официально намеченной даты. Работы шли круглосуточно, не останавливались ни на секунду. Вице-премьер правительства Марат Хуснулин благодарит всех за проделанную работу. Они вместе с куратором проекта, замминистра обороны Тимуром Ивановым, наблюдают за пуском из Москвы по видеосвязи. Перепад высоты. Надо было с этого карьера на 110 метров поднять воду. То есть Минобороны нашло сегодня хорошее техническое решение. За короткие сроки выполнило эту работу. Сегодня мы имеем возможность подать воду в Севастополь. Ну что, готовы к пуску? Пуску готовы. Длина трубопровода составляет 10 километров. Данная насосная станция качает сразу же высоконапорными насосами на 10 километров до точки сброса. Точка сброса – река Чёрная. В сутки из Кадыковского карьера будут забирать 15 тысяч кубов воды. Ещё 10 тысяч на нужды водоснабжения начали брать из озера у горы Гасфорта. Это позволяет сэкономить воду в главном питьевом источнике региона – Чернореченском водохранилище. За уровнем поверхности воды на всех объектах Севастополя следят с помощью современных научных разработок. Падение ниже критической точки не допустят. Лодка «Прима Виктория» с эхолотом на борту измеряет глубину водоёмов. Это совместный проект учёных Севастопольского госуниверситета с гидрофизическим институтом РАН. Того объёма, который начали перекачивать из резервных источников, должно хватить, чтобы до весны региону продержаться без ограничений подачи воды.